Мы берем и пользуемся животными. У нас появился момент нашей прошлой встречи. Это кто у нас? Это красотка. Красотка, да. Она у нас была уже. Спасибо. У нас появилась традиция. Мы находим хозяев для приютских котов. Это красотка. Она у нас уже пиарилась, но, видимо, не так, как книга обитель. Они недостаточно. Поэтому надеемся, что сегодня под любителей творчества Захара Прилепина мы найдем хозяев красотки. У меня там, кстати, в числе действующих героев один олень и одна собака. Блэк. Они у меня там постоянно... Да, собака Блэк, ведь это, насколько я понимаю, реальный персонаж из реальной жизни. Даже и Блэк реальный, и олень реальный. У меня даже животные реальные персонажи, не говоря уж про людей. В книге прадед главного героя эту собаку достаточно жестоко убивает за то, что... Щенка, да. Щенка. За то, что щенок душил там цыплята. Цыплята, да. После того, как он там третьего или четвертого придушил его об стенку... Это тоже из... Кошка, беди себя хорошо. Не, обижай цыплятся, а то деда позову. Красотки. Да, был у меня такой момент в моем детстве, у меня шокировавший и ужасный. Потому что дед прошел всю войну от Сталинграда, закончил, знаете, прошу прощения, на Западной Украине, еще воевал полтора года. В общем, прошу прощения. У него... В ваш контексте, да, нынешний. Контекст сложноватый, да. И у него, конечно, не то, что нервы у него шалили, но он же всю жизнь потом был крестьянином, он резал поросят, телят, там, все, все, зверье, кур, гусей, все рубил. И там, ну, вот, щенок стал себя вести плохо, он взял, его тоже убил. Для него это не было никаким фактом проявления жестокости. Он охотник был, он, может, там, 10 тысяч животных убил. А до этого я у него спрашивал, дед, а ты немецких офицеров видел? Он говорит, да я их убивал. Он так просто мне ответил. А для меня это был шок, у меня щенка было ужасно жалко. Вот ужасно жалко, да, и я. Вот этот свой детский ужас я описал. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва 24. Надпись на телеканале Москва 24. Поверясь на телеканале Москва 24. Субтитры создавал DimaTorzok